Всем доброе утро, я уже в поезде. Как обычно, все начинается именно с него. Есть еще такая тема, то что поезда иногда опаздывают. Мой поезд опоздал на целых 35 минут. Это прям дофигища. Я уже на съемке. Сегодня мы снимаем Массию, которой очень-очень много лет. Если быть точным, 400. Представляете, этот дом построили 400 лет назад. То есть уже четыре поколения прошло. Нереальное количество. Сколько же всего этот дом уже увидел? Ну, конечно же, его уже много раз реставрировали. Но все же. Особенности это, конечно же, техника. Она осталась еще с тех времен. Тут я смотрю на телевизор, которому, наверное, уже 400 лет. Но неплохие телевизоры были. Что прикольно в этом доме, это вот это зеркало. Смотрите, первый раз такое вижу. Это вообще кайф, ребят. Просто кайф. Хочу себе такое зеркало домой. Знаете, что скажу? Что здесь почему-то не чувствуется этих лет. Потому что очень мало деталей сохранилось. Возможно, я не знаю, с чем это связано. Просто потому что они вывезли все. Но как-то вот нахожусь здесь. И нету этого ощущения, что этому дому столько много лет. Пустовато как-то. И вот эти лампы икеевские у меня в гараже точно такая же стоит. Мне кажется, вот как раз таки это и портит немножко вид. Общались в машине по поводу прогресса, который сейчас вообще у нас в мире есть. И Франциско говорит то, что он вообще учился без телефона, чисто по книгам, его университет. То есть представляете, как относительно недавно вообще все появилось. Вот эти айфоны, тачскрины и что будет через 10 лет. А скорее всего через 10 лет будет уже полностью виртуальная реальность. Будут это очки какие-то скорее всего, либо линзы. То, что будем видеть всю информацию сразу же в глазах. И нужны будут телефоны, которые мы сейчас так юзаем. Очень-очень это все интересно, как это будет. Есть, кстати, один сериал, который показывал уже что-то подобное. По-моему, Черное зеркало, кажется, это назывался этот сериал. И там, в общем, каждая серия, она была как мини-фильм. Разный, в общем. И в одной из серий была как раз реальность дополнена виртуальной, где у каждого человека был свой рейтинг. Очень интересно посмотреть, это вообще хорошо или плохо. Но мне кажется, все-таки прогресс это в любом случае хорошо. Потому что мы не стоим на месте, человечество развивается. Каждый раз что-то новое, интересное. Тем временем мне принесли еду. Смотрите, как здесь цветасто все выглядит. Я уже в поезде, взял себе вот десертик. Еще одна есть новость, то что вроде как отменили вот эти все вакцины, когда ты входишь в кафешку. Тебе уже не надо предъявлять вот эти паспорта ковидные. То есть это все отменили. Сегодня вот был в нескольких кафешках и не спрашивали ничего. Ну и мне про эту новость тоже вот сказал как раз Иристон, с которым я работал. Так что все, недолго это все длилось. Эта тема с вакцинами, с ПЦРами. Теперь у нас можно будет спокойно без этого ходить по кафешкам, ресторанам и ездить по отелям. И никто тебе мозг выносить из-за этого не будет, это уже радует. Всем доброе утро. Наше утро Жени началось с йоги. Точнее мое утро Жени просто возле меня полежало. И мы сделали 30 минут упражнений. Могу оставить ссылку на видео, по которому я занималась внизу. И сегодня, не знаю что произошло, но у меня просто стрельнуло в голову, перекраситься в блонд. Наверное, каждая девушка меня поймет, что иногда бывает такое, что ты хочешь все и сразу. И вот почему-то у меня сегодня я проснулась мысль, что я хочу перекраситься. Жень, ты представляешь? Так что сейчас расспрашиваю у всех свое мнение по поводу этого. Потому что Дима говорит, блин, ты только отрастила свои натуральные волосы, то к чему-то стремилась. Потому что у меня были волосы очень испорченные. Потому что я делала много окрашиваний, розовый цвет и блонд. И стремилась отрастить свой натуральный цвет. И только я выполнила эту миссию, мне хочется снова испортить волосы и перекраситься в блонд. Даже не знаю, с чем это связано. Может, просто порыв души или мне хочется перемен каких-то, быть более ярче. Потому что все-таки, когда я была беременна, мне не хотелось этого. А сейчас мне хочется как-то быть, ощущать себя по-другому. Что вы на это скажете? Как вы думаете, красить волосы в блонд? Возвращать этот цвет? Либо оставить так? Пишите в комментариях. Всем привет! Еще раз идем встречать закат вместе с Юлей. Вытащила ее прогуляться. Почему ты смеялась? Потому что Сергей сказал, а еще на меня что-то говорит, что ты так стесняешься, а сама, сама. В плане того, что ты посмотрела видео? Что типа, когда меня снимают, я стесняюсь. Женя засыпает. Мне казалось, что она хочет кушать, но она уснула почти. И мы успеваем еще посмотреть закат. Юля сказала, что знает крутое место, где мы можем его встретить. Так что мы туда идем. Там есть лавочки и будет хороший вид. Поспеваем ли? Мы успеваем. Идем неслаждаться прекрасным закатом в завершении дня. Что может быть лучше. Напились мы чая с фруктиками. И круто. Идем тут разговариваем о еде. Потому что, мне кажется, мы голодны. Чая нам не хватило. Идем разговариваем о драниках, варениках с картошкой. Еще что-то мы там упоминали. Что? Юля помощница моя. Помогает мне коляску везти. Что бы я без тебя делала? Ну как так можно? Ну как мне просыпать просыпать? Юль, смотри. Жене, походу, не понравилась идея насчет заката. Она... Ты его качала просто. Вырубилась. Мамка, ты меня утомила. Утомила. Да. Утомила я Женя. Здесь, кстати, мы проходим порт. И постоянно тут такой запах стоит рыбы. Потому что здесь рыбаки вылавливают рыбу. И как раз у них там много сетей вон там. Смотрите, какое место Юля предложила для встречи заката. И здесь просто шикарный вид. Ох, замечательно. Ох. Я уже дома. Встретила меня малышка с Кристиной. И мы тут работаем, сидим. Уже такая понимает все. Да? Понимаешь все уже? Как у тебя сегодня день прошел, малышка? Завтра мне опять надо будет ехать в Барселону на еще одну съемку. Но уже вечером. Утром, в принципе, не нужно будет стоять. А не, наверное, нужно. Потому что ребята одни приедут. И их нужно будет отвезти, по-моему, к вокзалу. Они завтра улетают в Германию. Не знаю, зачем-то попросили оставить эту машину. Они вот только недавно переехали, кстати, сюда. с Германи в Испанию. И, не знаю, боятся то, что что-то с машиной сделают. Хотя тут, я думаю, без проблем можно оставлять на улице машину и с ней ничего не случится. Ну, в общем, захотели поставить возле нас, чтобы мы за ней присматривали. Так что присмотрим, что уже делать. Да, малышка? Будем с вами прощаться. И увидимся уже в завтрашнем влоге. Че там? Ты точно работаешь? Или ты сидишь тут пиздельничаешь?